Ребят, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. Я давно не выкладывал видео со своих объектов. И сейчас на данном примере расскажу, что у нас здесь происходит. Была задача подготовить площадку под строительство большого складского комплекса. Была подготовлена разрешительная документация, перечетная ведомость, порубочный билет, компенсационная выплата. Дальше зашли мы, заключили с заказчиком договор. Нам сделали график работ. И мы по этому графику работ уже начали производить вырубку, выпиловку, раскрыжевку, сортировку и раскорчевку. Что остается после нас? После нас остается ровная подготовленная площадка, на которой можно уже производить земельные работы. Выемка грунта, фундаментная работа. Мы стараемся работать с опережением, как в данном случае. То есть у нас был поставлен график, но мы сейчас перед Новым годом стараемся побыстрее уехать на новогодние праздники домой. Поэтому работа ведется с опережением. У нас для этого есть вся необходимая техника. То есть на данном объекте работает три единицы техники. Это мульчер, экскаватор-погрузчик GCB и гусеничный экскаватор с корчевателем, который мы привлекли от моего друга Максима. Вы смотрели уже выпуски. Работа у нас ведется с 8 часов утра до 5 вечера. При необходимости ребята задерживаются. А гусеничный экскаватор, для того чтобы ускориться, у нас работает в две смены. Кстати, я себе также покупаю гусеничный экскаватор GCB 205 с такой же навеской корчевателя, который вы увидите обязательно в следующих выпусках. Так что можете подписаться и вам придет уведомление. Наблюдайте, следите за моими работами. С какими сложностями мы сталкиваемся на таких объектах? И вот сегодня мы столкнулись с одной из трудностей. Это то, что у нас на Валтре стоит сельскохозяйственная резина. И на строительных площадках, если вот в данном случае подготавливаем под строительство, встречаются арматуры, колья всякие разные. Сейчас под снегом их не видно. И мы прокололи колесо. Если будет бескамерка, то это будет посложнее по ремонту. Если камерка, то нужно будет извлечь камеру и повезти ее заклеить. Или просто поставить запасную. На Валтре, кстати, подходят камеры от трактора МТЗ-82. Помимо колес у нас еще защита. Значит, сломалась скоба. Вот скоба у нас подходит от УАЗика, который ставится на рессоры. Мы уже приспособились к тому, что можно быстро поехать, купить, заменить. Вот скобы часто летят. По колесам, конечно, если будете выбирать, то лучше выбирать лесную резину Нокия. Это когда отработаете уже на сельскохозяйственной. И все-таки решитесь перебываться, покупайте Нокия. На сегодняшний день у нас две поломки. Поломка на нашем тракторе, на Валтре Т-193. И поломка на экскаваторе гусеничном Камацу, который с корчевателем у нас. У него сегодня порвался шланг. Ребята сейчас поехали. И, я думаю, поменяют, и дальше встанут в работу. С чем мы еще сталкиваемся? Очень часто бьются стекла, лобовые, боковые на дверях. Предлагаю сразу тем, кто будет на Валтре работать, снимайте передние крылья с поворотниками. Потому что крылья тоже очень часто отрываются, ломаются. Бьются фары. Если дополнительно какое-то освещение ставите, думайте, где вы его будете ставить. Так, чтобы от палок, от веток или от кусочков стволов то, что будет лететь щепа, чтобы это не оторвалось. Я хотел бы выделить о такие особенности. Работа, значит, в зимний период. Если температура будет минус 15, минус 17, мы уже работы приостанавливаем. Гидравлика похуже работает. Что на экскаваторах, что на тракторах. Поэтому мы все-таки стараемся работать в более-менее таких, в нормальных погодных условиях. Работаем мы, если, допустим, у вас есть заказы, и вы хотите к нам обратиться, мы готовы выезжать по территории всей России. Готовы браться за маленькие объекты, но они, соответственно, будут стоить дороже. И готовы браться за масштабные большие проекты. Они оцениваются отдельно. Выезд у нас бесплатный. Звоните, пишите. Можете задавать вопросы в комментарии. Также можете писать мне в WhatsApp на номер телефона 8 925 575 5929. Какие еще были сложности? Значит, у нас здесь в некоторых местах была старая милиративная канава. Для того, чтобы нам переехать через эту канаву, нам приходилось ее засыпать. То есть немножко поработать с дорожным покрытием, как говорится, с таким грунтовым. У нас есть экскаватор, погрузчик, который сам под себя подготовил. Мы работы все выполнили, за собой прибрались. И эту канаву дальше прочистили. Немножко об этапах работы. Поступил заказ. Выехал специалист. Произвели оценку стоимости этих работ. Наше предложение оказалось конкурентноспособным. Нас об этом оповестили. После этого выезжаем обратно на объект. Еще раз осматриваем. И дальше идет стадия заключения договора. Договор заключили. Обозначили сроки, график выполнения работ. Дальше. Выезжает бригада. Если, значит, это где-то в отдаленности от нашего территориального расположения, мы снимаем на месте квартиру, дом. Приезжает бригада. Заселяется. Утром выезжают на работу. Начинаются выпиловочные работы. После выпиловки и сортировки, и раскрыжевки приступает GCB к работе. GCB-30X, эксквадор погрузчик. Начинает вытаскивать бревна. Складирует их, значит, в кучки. Порубочные остатки ветки подгребаем в небольшие кучки. Подъезжает мульчер. Начинает все это мульчировать. Дальше. Вступает в работу гусеничный экскаватор с корчевателем. Извлекает корни из земли. Расщепляет их на мелкие части. После расщепления корней, мульчер подъезжает и приступает к работе. И полностью измельчает все это. Какой будет результат работ? Результат работ. Полностью выпиленная древесно-кустарниковая растительность. Извлечение корней. Планировка. При необходимости, если нужно, мы вывозим бункерами щепу. Если клиенту это не нужно, как в данном случае, щепа остается. Порубочные остатки стволы остаются также в кучах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин